МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире Универньюз в студии Гульфия Мутугулина. Сегодня в нашем выпуске. Как вывести музей Казанского университета в сеть? Ученые КФУ создадут препарат для лечения снежных барсов. Какая погода будет в оставшейся части января? Казанский федеральный университет обладает богатой историей. А в музеях вуза имеется множество интересных экспонат. Рукописное письмо Ленина, материалы связаны со студенчеством Льва Толстого и многое другое. Для знакомства с этим необходимо прийти в музей. Можно ли сделать это удаленно? А вот об этом в нашем сюжете. В музее истории Казанского федерального университета состоялась встреча представителей Санкт-Петербургского государственного университета и проекта Большой музей издательства Яндекса. Ими было рассказано о проекте «Бестужевские курсы. Открытая история». Была выставка на трех площадках и онлайн история про высшие женские «Бестужевские курсы», про то, как они открывались, как существовали. А здесь сегодня мы хотим рассказать про то, как мы реализовали этот проект и то, насколько важно говорить о женщинах в образовании и в науке. «Бестужевские курсы» — это высшие женские курсы в Санкт-Петербурге. Является одним из первых женских высших учебных заведений в России. Всего за 32 выпуска с 1882 по 1916 год «Бестужевские курсы» окончило около 7 тысяч человек, а общее число обучавшихся превысило 10 тысяч. Мы этим проектом давали возможность самим женщинам о себе что-то рассказать. Несмотря на то, что это уже было 140 лет назад, мы собирали архивные документы, собирали свидетельства, собирали их воспоминания для того, чтобы дать возможность женщинам самим рассказать о том, насколько это было для них важно, как они за это боролись и что у них получилось в итоге. Проект вышел при поддержке Большого музея издательства «Яндекса». Я хотел бы рассказать представителям музеев Казанского университета о нашем проекте, пригласить, участвовать и открыть ворота в диджитал-мир музеям Казанского университета. Мы готов финансировать нашу активность в регионах, в частности, в университетских музеях. С помощью него музеи, в том числе и университетские, получают возможность выйти в цифровую среду и представить уникальные экспонаты к доступу в сеть для ознакомления из любой точки России и других стран. Это про взаимодействие «Яндекса» университета в части работы музеев и в части цифровки коллекций, в части вывода на широкую аудиторию и на молодежную, в частности, аудиторию тех экспонатов, тех коллекций, которые есть в университетских музеях. Благодаря такому проекту музеи Казанского федерального университета могут вывести культурно-историческое наследие КФУ за пределы вуза, предоставив шанс ознакомиться с ними любому человеку. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Ученые КФУ создадут генный препарат для барсов. Специалисты OpenLab генной и клеточной технологии, Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, совместно с Казанским зообассадом, разработают генный препарат для регенерации тканей после травм у кошачьих. На данном этапе уже собрана вся необходимая технологическая база. Подробности планируем исследования в нашем следующем сюжете. Ученые КФУ из OpenLab генной и клеточной технологии, Института фундаментальной медицины и биологии, совместно с Казанским зоопарком разработают генетическое лекарство, которое позволит травмированным представителям семейства кошачьих восстанавливаться в очень короткие сроки. Технологическая база вся создана. У нас уже есть для многих видов животных опыт создания подобных генных препаратов. Представитель семейства кошачьих снежный барс – это величественный и красивый хищник. Он сильно пострадал в результате деятельности человека. Его систематически уничтожали из-за ценного меха. На данный момент животное занесено в Красную книгу. Потребность в изучении и разработке генетического лекарства для барсов напрямую связана с планами республики по разведению символа Татарстана – снежного барса. Мы надеемся, что разработанный препарат на самом деле будет полезен не только для лечения барсов, но, конечно же, и для домашних питомцев, и, возможно, для других редких кошек, таких как, например, амурский тигр. Успешный опыт применения генных препаратов, разработанных Казанским федеральным университетом и Ноттенгемским университетом Великобритании уже был замечен мировым сообществом. Ранее в наших выпусках мы уже рассказывали о том, что с помощью уникального генетического укола ветеринары Подмосковья в рекордные короткие сроки полностью восстановили лошади Афродити порванное сухожилие. Основным преимуществом генной терапии, используемой в этом исследовании, было применение комбинаций прогеогенного фактора роста гена, способствующего росту кровеносных сосудов, а также фактора роста фибробластов, которые играют важную роль в развитии костей и хряща. Этот пример российско-британского исследования подтвердил то, что генная терапия является наиболее эффективным способом лечения травм. Мы уже давно занимаемся разработкой генных препаратов и для человека, и для различных животных. У нас есть уже достаточно большое количество публикаций в ведущих журналах. Особый интерес в средствах массовой информации вызвала наша работа, посвященная разработке генового препарата для лечения травм у лошадей. Стоит отметить, что лекарства для снежного барса будут представлять из себя смесь нескольких генов, родных для этого вида животных. Диана Шилова, Универньюз. В ботаническом саду Казанского федерального университета одно из растений начало цвести раньше времени. В чем причина такого маленького чуда, мы расскажем прямо сейчас. В субтропической оранжереи ботанического сада Казанского федерального университета раньше времени зацвела акация серебристая. Обычно цветение происходит ближе к концу февраля. Мы находимся в субтропической оранжереи, где температурный режим в зимний период составляет где-то плюс 7-8 градусов. Что очень важно как раз для тех растений, которые растут в этих широтах. Вот одно из удивительных растений, наверное, сейчас мы видим, это акация серебристая, которая является истинным таким субтропиком. Несмотря на то, что за окном зима на ветках растения появились цветы, цветение произошло из-за перепада температур. Температурный фон, конечно, на нее очень здорово повлиял, когда температура у нас плюс 7 поднялась до плюс 12. Это дало толчок для этого растения. Оно почувствовало, что идет приближение весны, немножко запуталось в этом, и мы видим, что появились такие красивые желтые цветы. Сотрудники ботанического сада КФУ привезли акацию серебристую с Черноморского побережья. Растение обычно обильно цветет, источает такое благухание свежего утра, очень приятный запах, и цветение при температуре где-то длится примерно около полмесяца. Вот у нас при температуре 7 градусов она уже цветет довольно-таки долго. Артем Тупичкин, Ленардо Валитяров, Универньюз. Нетрудно заметить, что январь в этом году не балует горожан своими сильными морозами. Будут ли они на крещение и ждать ли в ближайшее время сильного снегопада? Мы расскажем далее. Несмотря на сильную метель и снегопад, которые потрясли Казань 16 числа и практически парализовали движение на дорогах города, это погодное явление было воспринято горожанами скорее как неприятная неожиданность, а не норма. О том же, что будет погодной нормой в этом январе, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Средняя многолетняя норма осадков в январе месяце составляет 41 мм. На сегодняшний день их выпало 36 мм. То есть мы успешно выполняем январскую норму. Вот что касается температуры, то декабрь у нас оказался немножко теплее, чем положено. И похоже на то, что январь тоже кажется никак не ниже нормы, а скорее всего выше нормы. Как показывает опыт наблюдения за погодой, чаще всего сильные морозы в январе начинаются ближе к середине месяца. Их уже много веков связывают с праздником Крещения Господня, который традиционно празднуется 19 января. Но в этом году ситуация может поменяться. Если средняя январская температура минус 11 градусов, то те самые знаменитые крещенские морозы, которые должны состояться в субботу, всего-то будет порядка нуля градусов. Вот теперь. А может быть, это чуть повыше. Тем не менее, потепление на Крещение не считается аномалией в среде синоптиков. Специалисты не перестают утверждать, что невозможно заранее предугадать, с какого числа начнутся морозы и сколько дней они будут длиться. Как показывает статистика, оттепель в этот день не редкость. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз. На сегодня все. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok